Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем четвертом уроке мини-цикла 4 стихии мироздания, 4 основных элементы мироздания. Меня зовут Леа Молодой, я тренер экологии души, и последние 10 лет я занимаюсь тем, что изучаю вопрос радости, счастья и как достичь этого состояния из глубины души. И эти четыре элемента, четыре стихии очень помогают мне и в моей терапии, и на курсах, и вообще для осознания того, как работает моя душа. Ведь, как мы уже говорили, человек и все вокруг создано с помощью этих четырех основных элементов. Сегодня мы поговорим про огонь. Давайте немножко вспомним, что у нас было на прошлых занятиях. Мы говорили о земле, воде, воздухе, и сегодня обсудим огонь. Эти четыре элемента составляют все наше мироздание. И, как ни странно, когда Всевышний создавал этот мир, Он создавал это посредством букв своего имени. И мы тоже говорили об этом. Ют, Кей, Вав, Кей. Четыре буквы. И каждый элемент соответствует определенной букве самого имени дворца. Мы начали с вами снизу вверх. Мы начали с стихии земли. Потом поднялись на вода, воздух. И сегодня говорим о самой высокой, яркой и сильной стихии огонь. Но открою вам секрет, уже я как-то упоминала в прошлых уроках. На самом деле есть еще один пятый элемент. Да-да, это не только в фильме. Пятый элемент. Пятый элемент – это элемент света. И на следующем небольшом уроке я затрону также эту тему. Свет – пятый элемент, который объединяет все четыре элемента. И точно так же и в имени дворца у нас есть четыре буквы. Каждой букве соответствует свой элемент. И у нас есть также еще один элемент имени. Это так называемый Коц Шебе Ют. Это такой корона на букве Ют. Самая маленькая, но самая высокая точка в имени. Она будет олицетворять нашу стихию света. Еще раз повторим. Вторая буква «эй», последняя буква имени – это земля. Что-то проявление материальности, проявление основы, на чем мы базируемся. Дальше поднимаемся выше, поднимаемся выше в духовности. И, так сказать, менее материальные, больше духовные. Это стихия воды. Буква «вав», вода, она является проводником. Буква «вав» является проводником. Сама вода является проводником. Вода олицетворяет наши эмоции, наши внутренние страсти, желания к наслаждению. Следующий, более духовный, менее материальный элемент – это воздух. Это буква «эй». Первая буква «эй» имени Творца. Вы заметили, мы идем как бы с конца, идем с низу. А вторая буква «эй» – воздух. Воздух олицетворяет наше мышление, какой-то когнитивный процесс, наши мысли. И это воздух. И сегодня мы говорим о самой духовной из четырех элементах. Элемент огня. И это первая буква имени Творца. Буква «юд». Юд, которая несет в себе весь потенциал ДНК нашего мироздания. Первая буква «юд». И, как мы уже сказали, на ними чуть-чуть возвышается еще вот эта маленькая корона на букве «юд», которая будет олицетворять символ, стихию, элемент света. Но об этом чуть позже. Сейчас поговорим подробно про огонь. Если вы помните, мы говорили о том, что каждой стихии соответствует свой город. Город в нашей святой земле Израиля. Мы говорили, что земля – это Хеврон, вода – это Тверия, воздух – Цфат, и огонь – это, конечно, Иерусалим. Все, кто были в Иерусалиме, чувствовали эту энергию особую, яркую, сильную, не всегда простую энергию святости. И это и есть то, что вы ощущали. Это и есть стихия, элемент огня, который очень сильно, ярко ощущается именно в географической точке. Да-да, как бы там ни было. И вот именно в Иерусалиме точка, та точка внутри Иерусалима, вот эта корона на букве Юд – это и есть наш храм, который дальше будет, мы будем говорить, олицетворяет пятый элемент – элемент света. Что касается нашего тела, символ и стихия огня, здесь олицетворяет нашу ауру. И мы знаем, что по кабале есть у нас два вида ауры – аура внешняя и внутренняя. Так вот, внутренняя, которая более близкая к нашему телу – это проявление стихии огня. А верхняя аура, внешняя аура – это проявление пятого элемента света. Об этом позже. Вернемся к огню. И наша аура – это наша энергия. Энергия нашего организма, которая, в принципе, влияет на практически все наши функции жизнедеятельности, влияет на кровообращение, соответственно, влияет на давление, влияет на фертильность, влияет на жизненные силы, на вообще желание жить. И вот об этом сейчас конкретно поговорим. С точки зрения части нашей, моей души, огонь – это уже более высокая часть. Если мы говорили, что воздух – это нашама, то огонь – это еще более духовная часть, более близкая часть к Творцу, к источнику энергии, которая называется хая. Это та часть, которая уже непостижима нашим сознанием. И именно сознание берет свое начало из этой стихии огня. Все основные желания, все намерения, все чаяния – все исходят из стихии огня. Если мы говорим по отношению к древу сферот, мы говорим о том, что хохма и бина. В данном случае у нас правая сторона хохма – это огонь, левая сторона бина – это воздух. Воздух – это когнитивная работа мышления, наши мысли. Откуда берут мысли свое начало? Из сознания, из огня. То есть мысли, наши проявления стихии воздуха берут свое начало из стихии огня, которая проявляется в моем сознании, в моих каких-то корневых желаниях, которые я еще не облачила в мысль, а и дальше не облачила в слово, что является водой, и дальше не облачила в действие, что является землей. Поэтому вот именно та часть надсознания, возможно, еще мной неосознанная, или подсознание, которое тоже неосознанная часть, просто имеет разные стороны медали, так сказать, надсознание и подсознание, это все огонь. Там хранится начало моего начала. Конечно, есть еще более высокие духовные субстанции, о которых мы будем говорить, но в данном случае мы говорим о нашем сознании, о моем проявлении моего огня, моей силы огня. Прежде всего, это выражается в желании жить, вот в этом инстинктивном желании, подсознательном желании жить, жить и распространяться. Огонь является интересной силой, которая проявляется в двух совершенно разных направлениях. С одной стороны, это возможность соединять элементы, и мы знаем, что именно через нагревание, через расплавление элементов, мы можем их соединить вместе, как мы сплавляем металлы, например, и точно так же огонь является основной силой, которая разделяет всю материальность, разделяет ее просто в пепел. Когда огонь обладает чем-то материальным, он абсолютно разлагает это на пепел. И вот две вот эти вот силы, они все время находятся в противодействии одна с другой и внутри нас. Сейчас поговорим, как это проявляется. Когда огонь, наш внутренний огонь в балансе, то я прежде всего ощущаю огромное желание жить и продвигаться. Я знаю, почему я хочу жить, да, не то, что я знаю, потому что у меня такие мысли, я так вот думаю, что да-та-та-та. Нет, да, то есть это не воздух. Огонь – это я знаю, что я хочу жить. Возможно, это неосознанное желание, но я знаю, что я хочу жить. Это находится внутри меня, и это абсолютно поглощает всю меня, все мое тело, все мои желания, все мои чаяния, желания жить. Огонь – это энергия радости. Так как огонь из материальных элементов, самый высокий и самый духовный, он ближе всего к источнику жизни, он ближе всего к пониманию, мое надсознание, оно подсказывает мне, не мыслями, а вот какой-то такой интуицией подсказывает мне, что все к лучшему, что все происходит правильно, что все должно быть именно так. Почему? Потому что это та моя часть соединена с Творцом, и та моя часть абсолютно убеждена, что Творец – это абсолютное добро, и от него я не могу ожидать ничего другого. И именно оттуда рождается жизненное ощущение радости. Да, я оправдываю свою жизнь, да, я хочу жить, да, я чувствую прилив энергии. Опять-таки энергия, я чувствую энергию огня, огня, электричество – да, это все и есть вот этот заряд молний, да, это и есть наш огонь. Харизматичность – одно из важных черт человека, который по своему доминантному элементу огонь, да, может заражать всех своей харизматичностью, своей энергией, да, эта энергия, представьте, как такой огонь перескакивает на еще больше и больше, как свеча, она одна, но она может зажечь огромное количество или там свечей, или разжечь огромный костер, да, вот прямо в этой метафоре, представляете, да, человек, который внутри с балансированным доминантным огнем, он зажигает всех вокруг. Вы наверняка встречали таких людей, это люди, рядом с которыми хочется быть. Почему? Потому что там тепло, потому что там энергия, потому что там радость и желание жить. Вот такой прекрасный сбалансированный огонь, который дает жизнь, который сплавляет всех, соединяет всех, да, и распространяет свою энергию, которая не иссякает. Почему не иссякает? Потому что подключен к источнику, источник тоже бессмертный и неиссякаемый, когда есть вот это соединение с источником, то и энергия, она не кончается. Да, отметили уже влияние на других, конечно же, понятно, что это самая заразительная сила, сила огня. Одно из интересных качеств человека огня — это скромность. Скромность — это своего рода исправленная отвага. Почему именно так? Скромность — это не когда человек отменяет свой потенциал и свои возможности. Скромность — это тот человек, который понимает, что он является всего-навсего каналом света, энергии Творца. Но без этого канала совершенно невозможно провести этот свет в том месте, где находится сейчас этот человек. И вот именно этот баланс между гордыней и исправленной скромностью, не скромностью, опять-таки я подчеркиваю, которая унижает достоинство человека, о скромности понимания, что я являюсь частью Творца. И здесь не моё эгоистическое проявление моих желаний для себя, а я являюсь инструментом сейчас для проведения света, энергии в этот мир. И люди огня обладают вот этой способностью понять, что такое исправленная скромность, как Муше, который является самым скромным. И мудрецы пишут, он самый скромный из всех людей, но в то же время самый великий из всех людей. И обратите внимание, это никак не противоречит друг другу. И одно из ещё интересных качеств огня в наших исправленных проявлениях, когда мы в балансе, это смелость, смелость, готовность. Это тоже всё исходит из того, что я абсолютно соединён с желанием Творца, я доверяю Творцу, и я готова, во мне много энергии, я готова делать то, что сейчас мне предназначено. Это смелость и отвага идти вперёд, энергия идти вперёд, двигаться вперёд, и, так сказать, завоёвывать всё дальше и дальше территории у злого начала, у Ецера Арама. Дисбаланс в стихии огня проявляется в разных очень дискомфортных состояниях, которые действительно очень влияют негативным образом на жизнь человека, когда вот огонь выходит из баланса. Прежде всего, это потеря целостности. Мы говорили о том, что огонь имеет силу объединения, как бы соития разных частиц, но также огонь и сжигает в пепел, разбивая всё на мелкие-мелкие частицы. И вот эта сила, когда она превозобладает, конечно, человек ощущает полную потерю желания жить, отсутствие смысла жизни и тягость к смерти. Сложные состояния, которые берут своё начало из подсознания, надсознания, когда человек не понимает, для чего он живёт, каков смысл его жизни и так далее. И вот потеря целостности — это то состояние, которое проявляется в многочисленных внутренних и внешних конфликтах. Внутри человек не согласен сам с собой, все его части разъединены. Тут его желания, тут его мысли. Сознание вообще куда-то ушло отдыхать. И вот всё это внутри непонятно. Конфликты выбрасываются в отношения с окружающими. И вот вся жизнь иногда просто может гореть, как в аду. Почему мы так говорим? Потому что огонь разъединяет эти части и не даёт им соединиться вместе, когда огонь выходит из баланса. И вот эти конфликты, также конфликты между собой, ощущением самого человека и внешнего мира, где я, а где мироздание. Ни в коем случае я не часть мироздания, я наоборот должен всё время быть как бы в войне с этим мирозданием. Это такие жгучие, очень тяжёлые состояния дисбаланса огня. Гордыня, гнев – это те качества, которые очень-очень превозобладают в дисбалансе огня. Почему? В чём смысл гордыни? В чём смысл, сама суть гнева? Когда человек подсознательно ощущает себя не частью мироздания, ощущает себя выше, лучше, ощущает, что несправедлив мир, что ему положено намного больше. Почему? Потому что он выше, он больше. Всё время стремление вверх. Это природное стремление огня всё время вверх. И оттуда вот эта эмоция гордыни. И, естественно, когда человек не получает то, что он ожидает, в соответствии с его восприятием, он испытывает гнев. Почему так? Так не должно быть. Мне положено больше, мне положено лучше, или так, как я хотел, а здесь что-то не то. Вот гнев, это жгучий гнев, это проявление силы огня, которое выходит из баланса, выходит из вот этого правильного сочетания с источником огня. Окей. Зависимость также является большой опасностью для дисбаланса силы огня. Почему? Потому что, прежде всего, зависимость – это желание самоуничтожения. Я не понимаю, почему я живу, я не понимаю, как это нужно делать, я пытаюсь сублимировать всю свою энергию, опять-таки энергию, сублимировать энергию в что-то, что может принести мне хоть какие-то наслаждения, хоть какой-то элементарный смысл удовлетворения каких-то своих потребностей. И, да, это постепенное уничтожение себя, сжигание себя, самого себя, когда сама энергия сжигает себя и, собственно говоря, уничтожает сама себя. Как я уже сказала, отсутствие желания жить. Почему? Потому что пропадает осознанное восприятие своей целостности и своей ценности. И когда мы погружаемся в такие состояния, не дай бог, то нужно понимать, что наш огонь требует здесь сейчас работы именно вот с этой стихией, с этим элементом. Также нарушение концентрации внимания может быть симптомом того, что сейчас вот сила огня во мне неисправленная, потому что я не могу сконцентрироваться на чем-то одном, меня все время шевыряет из стороны в сторону, то здесь, то то, не могу найти одну точку и распространяюсь как очень такой быстрый огонь, который просто сжигает все на своем пути и не дает возможности углубиться, остановиться, прочувствовать и так далее. Это может даже физически выражаться в разбросе движений, каких-то постоянно таких быстрых перемещениях, изменений желаний, то хочу, то, хочу это, нет, хочу это, нет, давай это, нет, давай это, да, а если к этому еще и добавится дисбаланс в воздухе, то вообще дело сложное, да, потому что воздух раздувает огонь, огонь начинает сжигать, просто уничтожать все на своем пути. если отсутствует, если там нету прочной земли под ногами, да, то действительно ситуация может быть сложная. Также и в паре, когда мы работаем в парах, мы понимаем, что у пары обычно есть у одного человека такие два доминантные элемента, у второго другие два элемента, доминантные элементы, как они соединяются, как мы можем помочь друг другу преодолеть дисбалансы в этих элементах с помощью других элементов, да, это прям целая интересная методика. Что же делать, когда огонь выходит из баланса? Прежде всего, как мы уже обратили внимание на то, что это работа с сознанием, огонь это наше сознание, это то, откуда уже потом формируется наши мысли, поэтому все, что мы делаем, мы обращаем наше внимание на те установки и убеждения, которые заложены в нашем сознании, которые создают те шаблоны, по которым мы воспринимаем нашу жизнь, и это основополагающая работа с любым состоянием дисбаланса, проверить, почему я чувствую те или иные эмоции, почему ко мне приходят эти мысли, да потому, что в моем сознании, все начинается с сознания, все начинается с энергии огня, это самая духовная часть, именно там заложены те шаблоны, по которым я, так сказать, подтверждаю себе какие-то неприятные вещи, которые вызывают негативные эмоции и ощущения, поэтому, да, любые упражнения по проработке сознания, рефрейминг, расширение сознания, чтение литературы, духовной литературы, понимание смысла жизни, цели, поиск миссии, это все то, что мы делаем, когда огонь в дисбалансе, с точки зрения физической работы с материальными элементами, это любая работа с теплом, тело нужно согреть, душу нужно согреть, поэтому мы тоже прямо вот в прямом смысле мы работаем с теплом, мы работаем с огнем, очень советуют разжигать костры, смотреть на костры, смотреть на огонь, зажигать воскурение, зажигать свечи, наполняться, наполняться огнем, исправленным, спокойным, стабильным огнем, и это тоже выравнивает, дополняет, так сказать, наши силы и создает более спокойное ощущение такого уравновешенного огня внутри меня. Есть замечательный символ стихии огня, и это птица феникс. Птица феникс была создана одна из первых, первых созданий, которые создал творец, и эта птица, она не присутствовала во время первого греха человека, и удивительная особенность у этой птицы, это сжигать себя в пепел, и потом восставать возрождаться заново из пепла, и это особое умение, особое качество сжигать для того, чтобы подниматься на новый уровень, а огонь именно сжигает, он как может подняться на новый уровень, только посредством того, что он сжигает то, на чем он сейчас находится, то есть я сжигаю то, что я уже знаю, то, что я уже осознала, то, что я уже достигла для того, чтобы подняться на новый уровень, то же самое и птица феникс, которая сжигает себя для того, чтобы подняться на новый уровень, и там воскреснуть из разрозненного пепла, вот именно у нее есть такая возможность воссоединять все частицы и заново воскрешать и это собственно говоря то, что произойдет во время восстания из мертвых, когда из пепла восстанет новая жизнь и птица феникс, которая олицетворяет силу огня, говорит нам о том, что это возможно, так оно было и так оно будет и именно элемент огня здесь поможет нам дождаться этих времен, а пока работать над своим сознанием, согревать своим светом, согревать своим огнем свое сердце и сердца тех, кто рядом с нами. Спасибо, что прослушали этот урок, вам предстоит еще встретиться со мной на пятом маленьком уроке, там мы сделаем небольшое упражнение и я расскажу как можно действительно навести баланс во всех пяти элементах мироздания в любом нашем действии, в самом простом бытовом действии, из чего состоит каждое мое проявление в этом мире и немного поговорим о пятом элементе свете. Пока-пока и до встречи.